друзья приветствую хочу вас познакомить сергеем откуда ты приехал к нам из крыма и севастополя вот расскажи как ты меня нашел это мой самый первый вопрос как вообще доверился знал ты меня до этого или нет или вот и откуда ты вообще увидел рекламу там может видео какое-то вообще очень интересная история я как бы еще лечусь не первый раз турции как бы изучал очень сильно тему поводу пересадки волос но видите на волосы имеются была лысая голова вот и получается что как бы очень долго изучал эту тему то есть сами понимаете я насчитал по моему 300 клиник в турции и только где-то 5 где-то 5 таких адекватных и сами понимаете что донорская зона откуда берут волосы но если знаете эту тему то есть берут с боков и сзади волосы если ее испортят то уже больше шанса не будет поэтому целый год изучал эту всю историю вначале поехал один раз в турцию сделали переднюю часть и через в девятнадцатом году я ездил первую часть делала по вот в прошлом году ездил в прошлом до в прошлом году ездил делал вот эту макушку краун зона называется и как получилось вообще считал что как бы зубы такие вот всякие голливудские лутки какие-то заоблачные деньги там ну то есть она того не стоит слишком дорого вот и вот это ген который занимался этими волосами стамбуле он себе сделал зубы я увидел я просто был шоке то есть как бы узнал что и по идее я должен был ехать к нему лечить зуб потому что там да в стамбул там клиника как бы интересное все плюс он мне пообещал хорошую стоимость сделать как ему по цене там получалось где-то там где-то пять пять шесть тысяч то есть все зубы сделать до двадцать восемь они обещали ну там зависимость они они все пытались закатать нам говорят что надо все делать вот почему-то ну расскажу расскажу сейчас об этом и я я жду я такой человек что я изучаю тему перед тем как делать все таки зубы это тоже такая штука что если ты их испортишь один раз то все тем более я всегда зубах заботился единственный зубом мертвые так и спереди опять же в детстве упал на льду и выдал зубы вот то есть как бы один зуб наполовину один блогерам да один наполовину один на кусочек и что получилось то есть там как бы попался хороший врач и мне понравилось ходить реально к врачу я лечил зубы с удовольствием всегда и всегда следил тоже как не раз в три месяца стабильно приезжал может быть не знаю где-то подсознательно влюблен кто его знает вот и вот так вот я постоянно следил следил ну наверно еще генетика какая то есть хорошая и то есть зубами меня слава богу проблем нет было так вот в процессе вот этого изучения я увидел видео нели где она четко все по пунктам рассказывала про свою подругу вот все да мне очень понравилось я посмотрел опять же как что раскладки вот эти вот все дела что меня смутило просто увлечение в стамбуле там хорошая цена была даже дешевле чем здесь и я в клинику принципе тоже посмотрел вот хорошая клиника вроде как но не так много информации по ней было плюс что меня смутило сразу мне сразу по моему сказали два или три зуба надо ли корни лечить хотя мой стоматолог мне этого не говорил и у меня закрался вопрос думаю ну проверю где-то еще и начал изучать там то есть смотреть связались на ли мы на нас не разговаривали май кажется мы с ним наверно весь вечер разговаривали я на она думает вот достал вот я думал ну реально мы поговорили так меня так что так вообще зажгло вообще вот энергетика нелли вот как она все это рассказывала подход вот эти все моменты и настолько мне было вот интересно то есть супер вот если бы каждый у нас человек так к работе подходил ну были бы была бы успешная страна ну да ладно это уже отступление вот и я же говорю в процессе мы начали общаться я там задавал нормальные вопросы на на где-то глупые вопросы ну просто хотелось очень глубоко эту тему изучить вот я принципе уже какие-то моменты знал и я же говорю получил очень много информации я для себя понял принципе что в стамбул я наверно не поеду потому что что там нужды мне не понравилось во первых сервиса такого нет плюс я по информации не так много нашел информации поводу клиники видео есть все есть но я кстати лично позвонил там цена как бы такая дорогая достаточно было а он не говорил ну так как буду делать да и как ему то есть там получалось что там нет 3000 евро по-моему за все зубы но трансфера нет то есть это у меня поживешь там без проблем все нормально вот потом там трансфера никакого нет я отеля да не было ничего то есть ну понятно там дешевле цена ну я как-то вот на это все посмотрел как-то толком он ничего сказать не мог по поводу материалов он то есть немецкие какие-то и все то есть вот это как сказать понимание того что ты едешь непонятно куда непонятно как то есть понятно волосы мы сделали все но стоматология это вообще не его тема хотя ему сделали неплохо вот опять же я потом сравню со своими вот но я же говорю вот здесь вот неля я же говорю заинтересовала очень сильно я победила победила однозначно плюс я еще подсознательно тоже думал поеду отдохну полечу зубы называется мечты сбываются вот вот как-то так ты здесь второй день по моему да что тебе уже успели сделать получается в первый день я прилетел в блоге перелет вот и в понедельник я попал врачу хорошо что отдохнул приехал я сделали мне снимки подписали мы договора все прозрачно все классно вообще все четко все когда заплатил самое главное что это же где-то переживал что не дай бог карта там ограничение какие-то будут лимиты у меня то есть не кэш была карта вот и потом не получается сделали вот эти вот мы еще раз план просмотрели сказали все согласно плану то есть опять же видите снимки вот эти сработали то есть то что я фотографировала то что да то что фотографировал нелли то есть она четко вот все сказала все в принципе правильно то есть не стесняйтесь отсылать свою информацию вы максимально расширенно получите просто план ваших действий просто чтобы не было сюрпризов но как правильно наговорит лучше с собой конечно лишние деньги брать потому что здесь очень много вкусной еды хорошего отдыха вот полезно с приятным совместить ну и я же говорю для кого-то просто очень важно как для меня например это безопасности вот неля я думаю показывать своим примером что она ее гарантирует плюс мы своим примером будут снимаем для вас вот это видео чтобы не было никаких вот моментов потому что очень много людей я знаю которые тяжелый на подъем и им нужна какая-то уверенность как вот вам пожалуйста подтверждение неля свое личное время тратит для того чтобы вам показать рассказать и сделать вам красивую голливудскую которую вы тоже может быть даже никогда не мечтали я например нет я как бы знаете этим просто полечить лишь бы здоровую да 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 я то есть и на просто не представлял просто сейчас вот в россии там например если вот делать голливудскую улыбку я просто сейчас эту тему очень сильно изучаю вот чтобы вы понимали ну от миллиона и до бесконечности то есть мы дошли сейчас вот в некоторых клиниках до уровня америке в америке сейчас 50 40 тысяч долларов стоит полечить зубы у нас тоже из клиники который германии также в европе минимум просто без лечения без операций без даже имплантации просто коронки сделать от двадцати двух тысяч евро вот мы сейчас со всеми просчеты делаем в германии и не факт что вам там круто полечить потому что в америке какая проблема доктора не настолько опытные потому что там без страховок никто вообще не лечит зубы то есть их упроще вырвать вот я австралии потому что лоссом не рассказал что теперь 3000 долларов стоит зубы вот просто вот ну я и получается что то есть основные вот американцы там англичане есть либо колумбия турция корея но тут я сейчас мне кажется они лидируют в этом смысле они настолько вот развиваются они развиваются даже взять ту же тему волос они лучше это однозначно они лучше просто для сравнения скажу вам у меня просто на работе англичанин страхом и вот он делал себе в лондоне волосы также как я только еще намного меньше это он заплатил 7000 фунтов чтобы понимали я заплатил 2000 евро но у нас тоже здесь клиника тоже занимается трансплантации волос да 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 то есть как бы тут тоже это очень на два раза приезжать то примерно так и будет 2000 а если на один раз многим один раз достаточно 1200 1600 1800 тут тоже клиника клиника я же говорю на карте перебил на каждом шагу клиники но вам никто гарантии не даст и это я считаю очень важно потому что вам сделают не так как вы хотите это все охотно сертификаты работы работы это очень важно да 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 вас также может быть привезут все но результат будет не тот или что-то какие-то подводные камни будут тут все прозрачно и понятно еще и приятное общение она всегда на связи была то есть отвечала я конечно не и честно признаюсь задалбывал потому что это тоже затошный человек я один раз тебе последний раз просто была очень занята не в турции ой не в анталии ездила в головную клинику съемки у меня весь день были я сказала извини не пиши мне сегодня я сегодня занята так что если у вас есть вопросы умные глупые неля всегда на них ответить так что это я считаю очень важно плюс у вас есть примеры наглядные примеры это не то что вы едете куда-то с подводными камнями и тому подобное цена сами понимаете то есть как бы где давай по цене скажи что тебе сделали и сколько ты заплатил вот смотрите план у меня был такой там то есть как бы три с чем-то там получается 33 час не 400 чем-то 400 чем-то было да да со всеми делами но оттуда минус это был 250 евро на билет и 200 евро если ты платишь кэш вот но у меня добавилось смотрите то есть так как я платил карты меня вот этот вот дискаунта не было 200 евро то есть у меня сделали дискаунт на билет мне сделаем и мне дополнительно надо отбеливать зуб один удар что он говорил выбил мы не считали да 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 дополнительно мне надо это отбелить это уже мы в процессе решили неля то есть не в курсе была я там общался с другой девочкой и то есть это надо дополнительно и плюс мне сказали что оказывается я зубами там что-то делаю ночью бруксизм очень сильный это я тебе предупреждала что возьми капу вот да вот никого посоветовали якобы еще заказал то есть как бы ну правильно чтобы зубы не стирались дальнейшем потому что все таки дорогие зубы начало стирать вот и я вот заказал получается капу и у меня получилось что-то там четыре тысячи триста там что-то такое как бы ну я считаю очень даже или тысячи триста евро отель трансфер капа отбеливание зуба а и стоящего детей и получается мне просмотрели зубы кстати канал которые говорили мне лечить не надо у меня все хорошо с ним то есть у меня слава богу все зубы зубы живые и извините говорю просто зубы еще не привык временные вот только вот этот вот передний зуб сам виноват который выбил вот а все остальные меня живые зубы у меня ни одного корня убитого нет просто опять же вот приведу пример но делим коронки я я ставлю коронки 24 коронки у меня 24 коронки так как опять же здесь доктора вот сказали что вот желательные зубы не трогать не трогать потому что ими жуешь там они твои твои зубы и зачем ну в принципе правильно где-то их не видно а во многих клиниках вам навяжут все 32 или 28 чтобы больше просто платили не поверишь вчера девушка про счет дела она уже прилетает за два дня решила прям прилететь она уговаривает чтобы на маляры наживательные поставили обязательно коронки горит я хочу все белые я говорю понимаешь ты пациент уговариваешь нам заплатить больше но мы не хотим брать тебя лишних денег потому что те маляры семерки-восьмерки не надо ставить коронки они живые и здоровые не белый зачем их во рту не видно даже если вы будете вот так сильно улыбаться и никто не увидит к вам же вот так вот в рот не заглядывают до последнего до последнего не трогайте жевательные зубы ничем сто процентов если они конечно там разрушаются или там большая площадь пломбы или еще чего-то тогда да тогда есть смысл то есть как бы в любом случае а тебе там 28 ну да вот мне все говорят а делай все делай все и плюс три зуба хотели убить просто ну по снимка не знаю убили бы не убили но меня уже сомнение было потому что три зуба ну слишком как-то много плюс там надо было за зуб 50 евро платить может быть они хотели на зубах заработать думают 150 евро под шумок как говорится да то есть поэтому вот такой я говорю я не против заплатить но и просто я должен быть уверен что мне просто так зубы не убьют как у нас вот было раньше время то есть если зуб там сомнения какие-то лучше вырвать да лучше вырвать сейчас как бы другое время между другое здесь очень важно что вам сделают хорошую работу вы заплатите нормальные адекватные деньги но самое главное это результат я считаю для любого человека что все мы хотим хороший результат и здоровые зубы были до были вот это такой важный вопрос очень многие пишут мне под видео зачем трогать здоровые зубы ребят мы коронки ставим на больные если все хорошие зубы лучше поставить виниры виниры без опиливания вообще просто тоненькая пластиночка приклеивается как у меня это я не для эстетики делал мне ничем не изменились мои зубы мои зубы даже больше были я просто рецессии закрывала поэтому здоровые зубы делайте виниры а лучше люминиры как у люминиры это люминиры тут в десиликат лития вот прям совсем совсем вот она пластиночка как 0 3 миллиметра что у нас когда зрение плохое что ставят да да ну вы все поняли не действительно это так потому что это же эту тему изучал линзы да то есть там насечки делать чтобы как вот держался раствор на чем-то то есть как говорится и просто на сетечки делают ничего не стачивать просто клеят но это только идеально да идеальные просто идеальные зубы если тогда я очень рад что кстати никогда не поставил вот эти не ставил эти как они называются вот эти ровняют которые зубы брекеты у меня куча людей страдает от этого потому что потому что чувствительность потому что у некоторых вырвали зубы что не следили там щеточками надо чистить вот и десна уходят и все время напряжение в шее все время напряжена челюсть это все время нерв такой все напряжено и без костоправли как правильно кто занимается спиной ну так все про мануальщики мануальщики специалистов вообще нельзя брекеты делать только вот согласие когда в том блин поэтому если вы решились вы хотите здоровые зубы как правильно или говорит макаронки эти ставим не потому что потому что куча посыпется вот этих комментов не непонятных а зачем свои зубы спиливать зачем все вот кстати пример не хочу ничего плохого говорить про своего стоматолога мне он очень нравится все может я пришел говорю вот так и так мы послушаем мнение стоматологов вот а зачем тебе пилить свои зубы да не не надо да зачем это маркетинговый ход это тоже самое как машин то есть сейчас покупайте вот машину у нас там новый apple carplay или еще что-то просто смотрите вы каждый год ходите чистки делайте этот у тебя появился кариес тебе кариес подпилит пломбочку поставили там пломбочка потом сломалась зуб там попал вот этот в корень кариес поднес пломбы потом у тебя зуб умер тебе его на него короночку после короночки имплантик и так и пошло зачем им терять клиентов на 20 10 лет на 10 20 лет они естественно будут говорить не надо пилить свои зубы зачем ты что это же свое родное все супер нет честно вам скажу это вот коронка для меня лично как я это понимаю это своего рода саркофаг саркофаг вашего зуба который его защищает плюс у вас не чувствительности вот это вся агрессивная грубо говоря жидкость температура она получается подвергает ваш зуб определенному стрессу вот разрушается эмаль а под ним дентин потом корень там и тому подобное отходят десны потому что вовремя не почистили и тому подобное поставив коронки вы просто будете раз три месяца или в полгода делать гигиену и все и вопрос будет закрыт не будет не чувствительности ничего не болезни еще и будет красивая улыбка как вот эти чуть-чуть перевели специально для здоровых зубов в турции у нас есть такая тема коронку ставить без опиливания даже верхнего слоя это стоит цена как за иллюминиры 350 евро в дэн из ли мы на один день туда отвозим чтобы там все начали делать потом вернем сюда в анталию либо там же раз в лару либо там же оставим 7 дней и вам делают коронки просто закрыв вот как сердце к саркофагом но это если у вас здоровые зубы если зуб не здоровы то будут там ну получается один здоровый без подпиливания закрывается нездоровый придется лечить от опиливать естественно уже нормальную коронку ставить то есть из десиликата лития тоже ставят эти коронки да за вами можно давить не трогая зуб вообще просто закрыл и забыли и красиво сделали так что вот думайте сами какой ваш вариант собирайте деньги у вас есть неля которая вам все покажет все подскажет все прозрачно все увидите и не будете беспокоиться опять же стоматологи сами видите цены растут у нас уже цены доходят до европы и до америки поэтому как бы сейчас такой вариант шикарный почему нет многие пишут в россии в три раза дешевле ваши турции в три раза дороже три дня уже таким где я недавно вот блок я не понимаю где где мы так цены так цены я поспорю а еще и время я вон девочка одна смотрел блока не три с половиной года лечили зубы три с половиной года это карты пациент после 3 с половиной лет тебе уже вообще ничего не захочется какие зубы то есть комбийцы там понятно там еле чили в молодости как то неправильно ну ты чего там бивали зубы еще что-то там то есть вода переделывают и не факт что сделают еще хорошо через сами понимаете я ничего против россии не имею вообще ничего против но сами поймите материалы даже вот достать те же материалы с этими санкциями с этим всем То есть есть, конечно, наверняка клиники, но, понимаете, доставка, вот эта все цена, она совершенно другая будет. Да, конечно, там не может, допустим, Дентал Директ, немецкий цирконий, стоить дешевле России. Не может. И даже на одном уровне не может такого быть. Здесь дешевле, потому что напрямую от завода без представителей. Дело в том, что представитель немецкий должен быть в России оптовик, у которого закупают мелкие оптовики для своих лабораторий. А уже доктора в лабораториях берут вот эти коробочки с материалом, и даже нет, они уже заказывают зубы. То есть, там такая вот цепочка идет большая, здесь эта цепочка отсутствует. Не может быть дешевле никаким образом. Это даже по оборудованию взять. Я, конечно, не лечил зубы в каких-то крутых клиниках в Москве, но даже уровень. Да, 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 я не спорю. Но меня вот смущает, знаете что? Что почему-то у нас, когда лечат зубы, растягивают вот эту процедуру на долгое время. Потому что надо показать, что мы очень много работы делаем. И что мне еще не нравится, за каждую процедурку какую-то ты должен заплатить за все. Укольчик заплати, там еще что-то заплати. Мы вырываем бесплатно. Опять же, канал вот чистят, как бы, опять же, за один день не сделают. Они вот на три этапа это разбивают. Там как-то вначале там почистили зуб, потом приходи, потом еще раз, чтобы ты, наверное, платил несколько раз. И вот это мне очень нравится. По чуть-чуть цену разбивают, кажется, вроде дешево и недорого. А потом ты в итоге такой смотришь, а у меня полугодичной зарплаты. Поэтому, опять же, огромный плюс здесь. Вам все это рассчитают, у вас будет план лечения, и вам не навяжут ничего лишнего. А не так, как у нас иногда бывает, что там говорят вот это, вот это, ну а там посмотрим. Там уже, как говорится, покажут. А оно же все меняется, цены. То есть, поэтому, когда план лечения планируете, надо в любом случае получать то, что у вас будет. Тогда будет картина какая-то вырисовываться. Так, ну что, давай пожелаем нашим пациентам, не знаю, тот, кто нас смотрит, чтобы они не боялись приезжать. Да, бояться не надо. Вообще, лечите зубы, это здоровье, это очень важно. Нелли очень часто говорит, что от зубов зависит все ваше здоровье. Вообще, питайтесь правильно. Если у вас нет, да, маляр, вам жевать нечем, то у вас уже нарушен процесс весь ЖКТА. У вас проблемы с кишечником, с желудком, ну и соответственно, уже больные органы и так далее. Поэтому это самое важное. Зубы, это вот откуда идут у нас все проблемы. А болезни в кишечнике? И лечить надо заранее, потому что потом может просто не быть времени или еще что-то. То есть, имеется в виду, просто будет поздно, и потом импланты вставлять и тому подобное. Так что не теряйте зря время и обращайтесь вот к Нелли. Вот, она сделает все в лучшем виде. Как мне понравилось, что ты так мило сегодня прямо про меня сказал. Спасибо тебе большое. Спасибо себе. Не, ну я по факту сказал так, как есть. То есть, как бы у меня есть чем сравнить. Опять же, вот основывайтесь на том, что я не первый раз в Турции. И мне есть чем сравнить. И для многих, я же говорю, я человек коммуникабельный и много путешествую из-за своей работы. И честно вам скажу, что очень важна вот эта уверенность, план лечения. И что тебе ответят на все вопросы. Потому что, как сказать, недопонимание, незнание чего-то очень пугает. Потому что все мы с вами оступались где-то, нас где-то обманывали. Вот. Да и Турция, наверное, тоже та страна, где тоже могут обмануть. Поэтому зачем рисковать своим здоровьем, рисковать деньгами, когда у вас есть такой замечательный вариант. Да, всем спасибо, кто нас посмотрел. Пока-пока. Да, всем удачи. Пишите под видео обязательно ваши вопросы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok